привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет технический выпуск от технических выпусков у нас не было давно очень неприятный момент с которым я столкнулся перед тем как мы выходим мы обычно проверяем уровень масла я вам рекомендую также это делать итак я вынимаю щуп а у нас на щупе вода то есть у нас в масле двигателя появилась жидкость и с этим мы с вами сегодня будем бороться ну что готовы поехали но прежде чем мы продолжим я хочу напомнить вам что у нас есть instagram вернее у меня есть instagram куда я пущу всякое разное в дополнение контенту на ю тубе и еще я запустил telegram канал в котором я пущу все что происходит вокруг меня все что происходит в яхте на мире какие-то интересные новости и прочее прочее в общем подписываемся на телегу ссылочка в описании ну и на экране вы ее сейчас видите погнали дальше итак вода в двигателе это полное говно что проверяем видите на щупе вот это вот все это эмульсия белого цвета так я сейчас чуть-чуть откачаю масло из мотора и посмотрим что там так ну вот увидите такое желтая красивая короче много жидкости у нас в масле но это как-то очень быстро случилось короче сейчас мы его будем скачивать ну и понятно что надо с этим уже но то есть у вас есть несколько вариантов того что может сломаться например голова там где у вас стоит хит эксченджер и там проходит кулант а снизу в двигателе проходит масло если они в этом месте смешиваются значит вы попали на капиталку а капиталку в панаме делать ну прямо совсем не хочется поэтому мы сейчас будем исключать все возможные варианты всю эту жопу которая может нас ожидать но мы ее хотим исключить то есть есть еще варианты почему это могло случиться и в общем сейчас мы будем их самое первое что надо проверить это собственно что же происходит самое страшное попробуем исключить если у нас где-то треснула голова и у нас получается вот это вот западло когда кулант попадает в масло двигателя но в этом случае в бачке теплообменника будет плавать вот эти вот масляные пятна и вот эта срань которая сверху образуется если масло попадает еще же обратно потому что если вода попадает в масло значит масло попадает соответственно в воду и вот сейчас мы полезем в этот бачок и посмотрим если там ничего не плавает значит у нас головой все в порядке так лезем сюда лезем сюда в бачок снимаем эту крышку подсвечиваем так смотрим в бачок видите кулант нормальный сверху у него ничего не плавает никакой пены там ничего никаких масляных пятен все значит у нас здесь все хорошо ну что как вы видите с головой у нас все в порядке я надеюсь что ничего страшного у нас с этим не произошло переходим к варианту номер 2 называется эта штука oil cooler оси то есть этот юнит который вот так называется по парт мануалу для тех у кого янмар вот вы внизу сейчас видите этот парт номер и снизу в описании он также будет может быть вам пригодится ну и соответственно я покажу как это все дефектуется когда вы идете на высоких оборотах и у вас масло реально горячая вам не хватает вашего обычного теплообменника вернее хватает но это только с одной стороны двигателя есть еще один такой небольшой теплообменник и он находится снизу под масляным фильтром это мини радиатор через который проходит кулант и в нем находится масло которое проходит через него и через фильтр охлаждается перед фильтром и уже более прохладная поступает фильтр чтобы не было перегрева чтобы он нормально фильтровался если вы идете под небольшими оборотами в принципе эту общую штуку можно заглушить сделать байпас для куланта и у вас будет масло охлаждаться только сверху и и и и и так как мы проверяем вот это вот устройство смотрите все здесь очень просто вот это вот внутренняя часть туда собирается масло это же это исключительно емкость для масла которая вот она заходит через это отверстие и внутри стоит радиатор вот эти вот соты видите вот эти вот внутри это контур по которому идет кулант то есть в этих трубках идет охлаждающая жидкость которая охлаждает собственно масло которое находится внутри вот этого кулера значит сейчас я его помыл из него солью абсолютно все чтобы там внутри был эксперимент чистый потом сюда в трубке наливаю кулант и оставляем это на какое-то время а потом смотрим если она туда просочилась значит у нас проблема если нет значит проблема в чем-то другом так свон видно вот это вот то что внизу жидкость плавает это наша жидкость которая сюда попала то есть где то есть трещина между масляным контуром и контуром охлаждающей жидкости такая вот история как вы уже поняли вот этот ойл кулер оси собственно то запчасть которая у нас сломалась поэтому мы сейчас идем в открываем компьютер начинаем искать эту часть что друзья как вам 900 долларов за этот кусок говна вообще в корне не согласен с этой ценой сейчас будем начинать искать его в других вариантах под потому что я уверен что это marine запчасть которая совершенно не обязательно marine потому что янмары делают и для тракторов и для всяких heavy machinery и скорее всего этого ойл кулера будут аналоги которые подходят под этот мотор и мы сейчас их найдем за 900 долларов я просто не готов может быть к кому деньги жмут и хотят расстаться с 900 баксами взяли сразу и расстались и получили эту запчасть но я так не согласен делать такая фигня на мазду стоит 25 баксов но явно не 900 какого хрена короче за 200 баксов на тойоту хай люкс подходит вот такая же штука единственное что у нее вот эти носики для подключения куланта торчат в другие стороны я готов за разницу в 700 долларов удлинить две трубки и запустить кулант под некрасивым углом тем более у меня место для подключения спереди от него есть но у нас уже есть план б давайте смотреть план а потому что я уверен что где то есть эти штуки по нормальной человеческой цене и если там не будет на сайте написано марина будет на сайте написано agriculture то скорее всего это будет нормальная цена что я вам говорил я вам говорил это 162 доллара эта штука у нас идет для мотора венмар и у нее вот эти подключения куланта идут горизонтальные то есть это вообще грубо говоря та фигня которая собственно у нас стоит за 162 доллара за 190 там пять с доставкой сюда к нам в панаму но это согласитесь совершенно не 900 баксов то есть ну в общем кто ищет тот всегда найдет кто хочет экономить найдет как это сделать но учтите что есть экономия а есть колхоз вот я против колхоза ну иногда конечно тоже можно например выпилить импеллер из бамбука ну в общем у нас получилось заказать ждем где-то недели полторы это будет к нам ехать пока у нас отключенный сделанный байпас у нашего ойл кулера и мы даже можем ходить на этом моторе совершенно безболезненно и кулант в масло попадать не будет то есть временно мы исключили это эту систему из нашей магистрали охлаждения но так как там есть обычный теплообменник ничего страшного в этом нету то есть ждем деталь потом просто поменяем масло вставим эту деталь на нужное место все обратно подключим будет но это через полторы недели так ну что ж вот приехала наша запчасть распаковочка шикарно будем ставить а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, супер! Отлично работает! Ну что, вот еще одну деталь в нашей лодке мы заменили из испорченного маслокулера. Мы сделали рабочий маслокулер. Теперь у нас все в этом плане в порядке. Можно ходить на высоких оборотах, не боясь перегрев масла. Хотя, если даже у вас такая проблема случилась, вы будете ходить на низких оборотах, ничего страшного. Если течет, ставите байпас и можно дойти спокойно уже до нормального ремонта. Также не обязательно покупать за 900 долларов запчасть. Можно купить за 160 тракторную, которая будет идти под этим же номером. Но мотор, естественно, будет другой, хотя это та же модификация, просто это тракторный мотор. Все, друзья, не забываем подписываться на наш канал. Проверяем подписочку. Проверяем колокольчик. Также напоминаю, что у нас есть инстаграм и телеграм, в который я выкладываю всякие технические штуки. Ну или вообще все, что у нас вокруг происходит. Все, до новых встреч. Запутался. Все, до новых встреч уже в следующем выпуске. Я надеюсь, будет он скоро. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова